Здравствуйте! В эфире Дорога Жизни. В женщине прекрасно все, в настоящей музыке тоже. А если они объединяются, получается нечто чудесное, способное вдохновлять и восхищать. Савица-активистка, женщина-душа, женщина-мать Светлана Ивановна Абрамова, известный в городе хармейстер, пианистка, концертмейстер, заместитель директора по учебной работе детско-музыкальной школы номер один имени Дины Нурпийсовой. С музыкой связала всю свою жизнь, у нее сотни учеников, а еще ансамбль «Скоморохи», которому в этом году исполнилось 30 лет. Светлана Абрамова награждена медалью в честь 20-летия Ассамблеи народа Казахстана различными благодарственными письмами за активное участие в городских, областных и республиканских конкурсах. И сегодня она у нас в гостях. Здравствуйте, Светлана Ивановна, очень рада вас видеть в нашей передаче «Дорога жизни». Ваша дорога к славе прокладывалась большим трудом, и сейчас, глядя на вас, просто восхищаешься. Вот откуда у вас столько сил, энергии. Вы замечательно выглядите. И не только этим можете похвастать, так как вы до сих пор поете вживую. Как вам удается поддерживать голос свой, сохранять его? Наверное, работаете над этим постоянно? Добрый день, дорогая Лаура, дорогие телезрители. Отвечая на ваш вопрос, я могу сказать, что мне помогает сохранять не только голос, но и любовь к жизни. Моя любовь к профессии, любовь к детям и вот это ощущение весны, оно всегда, каждый год дает мне силы, энергию. Безусловно, самыми первыми учителями в жизни любого человека являются его родители, которые не только дают нам жизнь, но и вкладывают необходимые для жизни знания, прививают нравственные ценности и понятия. Скажите, пожалуйста, какую роль ваши родители сыграли именно в вашей жизни? Какие ценности они вложили в вас? Как повлияли на ваш жизненный путь? Спасибо вам за этот вопрос. Это очень важный вопрос для меня и очень серьезный. Родители для меня явились таким примером мощным своего трудолюбия, преданности семье, своему делу. И нас с сестрой не воспитывали какими-то словами «делай так, делай так», а просто мы смотрели, как живут наши родители. У меня папа прошел, его зовут Иван Васильевич Абрамов, он прошел путь от помощника машиниста до ревизора железной дороги. Он всю жизнь посвятил своему любимому делу – железнодорожному транспорту. Он 23 года работал машинистом. И вот эти годы вся наша жизнь в семье была подчинена его графику. Если папа был в поездке, ну, дома стирали, убирали, готовили, чтобы дома было все уютно и тепло, и обязательно, чтобы был борщ. Я научилась варить борщ с 10 лет, чтобы папа пришел с работы, и дома стоял горячий чайник, борщ, чтобы все было чисто, хлеб, молоко, чтобы все это было. То есть мы это впитывали, вот то, что делала мама, и потом мы это делали уже сами. И дома никогда не было проблем, кому мыть посуду. Ну, то есть это было совершенно нормально. Вот эта забота о себе. То есть все были распределены в домашней разы? Да, все роли были распределены. И вот меня всегда восхищало папин такое трудолюбие. Он в любое время, когда уже был ревизором, он всегда, если это требовала работа, в любое время суток, в любое состояние, если даже он болел, он все равно поднимался, сошел на работу, разбирал какие-то сложные ситуации. И вот это вот такое самоотверженное служение своему делу мы видели каждый день, и мы это впитывали. Ну, поэтому вот для меня такой пример стойкости, что ли, вот именно от папы, как он служил своему делу. А мама, она человек творческий, она все любила делать руками, у нее как-то вот любое дело, оно все спорилось. Она и вышивала, и шила. Всегда нам с сестрой какие-то вот нарядные вещи, мы всегда ходили очень красивые. Вот из любого небольшого какого-то там кусочка ткани она могла что-то придумать или украшение какое-то смастерить. И при этом она впитала от своего папы любовь к песне, и дома, что бы она ни делала, если она что-то шила, мыла посуду, что-то прибирала по дому, она всегда пела. Всегда звучал тихий мамин голос. То есть любовь к музыке вам передалась через нее? Да, дедушка любил петь, вся семья у них вот певучая была. Пели они за столом на праздниках, всегда очень это создавало такую теплую атмосферу, доверительную, радостную, и соседям это нравилось. И вот когда я вспоминаю эти праздники, они столько мне тепла, хотя прошло уже не один десяток лет, когда собирались еще дедушкой, бабушкой, все мамины, братья, сестры. Но это было удивительное время, такого вот какого-то единения семьи такой большой. И вот мама эти песни передавала мне, потом мы уже с ребятами даже пели, такие уральские казачьи песни, русские песни, и современные песни она очень любила. Но потом, когда уже стала ясно, а если песни сочинять, она мне говорила, напиши слова, я тоже буду. И действительно, она напевала ей даже мои песни. И вот это от мамы исходило такое женственное начало, преданность папе, нам, семье. И вот если она за что-то бралась, у нее всегда получалось очень вкусно. Пироги так пышные пироги, хлеб, значит, он самый мягкий, вкусный. Борщ самый наваристый. Борщ, так борщ. То есть вот она все как-то делала так с душой, с песней. И самое главное, что сделали мои родители для меня, они угадали вот это мое желание. Я уже не один раз рассказываю эту историю, но я не могу обойти ее мимо, потому что действительно это был какой-то такой вот яркий момент, который мне запомнился в детстве. У нас был книжный шкаф на таких ножках, и я раскладывала сахар и сидела и на пальцах, ну, под пальцами по клавишкам, как клавиши у меня были. Мама заходит, а я сижу маленькая, у меня ноги под этот шкаф, ну, маленькая, там, года, наверное, два-три, совсем маленькая девочка была. Мама спрашивает, Светонька, что ты делаешь? Я играю. Все. Вот я просто, когда маму про это рассказывала, у нее всегда были слезы градом. И тоже я не могу так... Без эмоций это пересказать, потому что вот у нее... Ну, конечно, она родилась в 1940 году, это дети войны. Тогда не было возможности. И дедушка был на фронте, бабушка вот этих детей своих пятерых, как-то она их вот кормила, там что-то они выращивали. И, конечно, не было возможности учить музыке. Но в школе вот была девочка, которая была эвакуирована из Ленинграда, у нее папа был или инженером, или одним из работников на Ворошиловском заводе, и она умела играть на фортепиано. Мама рассказывала, что когда вот они собирались, там какие-то праздники в школе, вот эта девочка садилась играла, а мы стояли, плакали. Вот было такое поколение для меня, вот они очень сильные, такие, ну вот тонкие. Вот как это сочеталось вот в этом поколении, для меня всегда стало загадкой. И вот мама вот своей вот этой любовью к музыке, к фортепиано, она, видимо, так это глубоко, вот у нее это сидело внутри, что мне это передалось, ну вот как-то вот сверху. То есть меня, как вот бывает, что привели ребенка в музыкальную школу, да, и он там, а вот, ну, может быть, научится, может быть, получится. То есть у меня как-то вот сразу... Все пошло само собой. И эта мечта, эта пианино, вот с рождения, мне кажется, совершенно не изменилась. Вот уже всю мою жизнь мне купили пианино, сначала маленькое, потом настоящее, и вот это уже мое старинное пианино, где-то, наверное, в 69-м году мы его купили в 68-м. И вот оно у меня, да, мне было 6 лет в 69-м году. Оно у меня стоит, я его не хочу менять. До сих пор стоит это пианино? Оно не просто стоит, оно играет, и у него такой красивый звук октавы. Столько лет прошло. Да. Вот ему 50, уже сколько, 54 года. И вы, наверное, когда играете на нем, в первую очередь вспоминаете о своих родителях, о маме. Конечно, я вспоминаю родителей. И каждый раз эти звуки, наверное, и ругают ваше детство. Я вспоминаю себя вот... Маленькой девочкой. Ощущаясь с девочкой, да, которая сидела за этим... Которая сидела за этим комодом. Еще много книжек, книжек, чтобы повыше было. Это было очень такое время, когда вот мама возила меня на уроки к учителю, даже когда был мороз, я говорю, мама говорит, не надо, давай не пойдем, там мельсет, ну, февраль или там что-то, вот какая-то погода. Нет, мы пойдем. Она меня замотает в шаль, на санке, везет. То есть вот это вот стремление научиться к чему-то. Вот, ну, мне кажется, это такие вырожденные качества, которым трудно научиться. Но вот это желание что-то узнавать новое, оно не ушло. Ну, и до сих пор любовь к музыке идет с вами по жизни. Да. Светлана Ивановна, а как дальше сложилась ваша творческая жизнь? Как мы поняли, уже с раннего детства вы твердо решили, что будете музыкантом. Сначала вы поступили в музыкальное училище, потом уже в институт. Расскажите подробнее об этом времени. Музыкальная школа, в которой я сейчас работаю, это, наверное, вот такое проведение судьбы. Я, когда пришла туда учиться, были прекрасные преподаватели Макшаева, Валентина Сергеевна, Клара Облаевна, Уразова, мои первые учителя. И директором был Белоконь Владимир Алексеевич. То есть вот я пришла маленьким ребенком, они тогда были, сейчас вспоминаю про них, были очень энергичные, интеллигентные. И вот столько от них шло вот такого, какого-то, ну, именно правильного учительского начала. Хотелось подражать. Мне кажется, до сих пор я училась у Клары Облаевны по фортепиано. Мне кажется, даже когда я играю, какая-то мимика, вот, ну, посадка сама вот от первого учителя, потому что, ну, вот первые всегда человек откладывает очень сильное впечатление на детскую душу, на детское сердце. У нас был прекрасный хор в школе. Это было такое яркое время. Были недели детской музыки, мы выступали в филармонии, мы дружили, и у нас до сих пор сохраняются хорошие, вот, с теми, с кем мы учились, хорошие отношения. Потом, после окончания школы, не было у меня никаких раздумий, куда поступать, потому что, когда мы готовились к госэкзамену, тогда играли, ну, достаточно интересную программу. Это была обязательно соната, инвенция, этюды, виртуозная пьеса. И мы уже переехали с старого здания на Гагарина, тогда была музыкальная школа, первая, вот, 7 лет я училась на Гагарина, где первая аптека, а уже, вот, в 77-м году мы переехали в нашу школу, сейчас на Батурино, и у нас в актовом зале мы готовились к выпускному экзамену, и там прекрасный рояль, он до сих пор стоит, и вот, когда я готовилась, у меня была мечта, что я приду работать сюда. Именно в эту школу? Именно в эту школу, я настолько ее полюбила, и вот это новое здание, и вот этот вот сам процесс, я себя почувствовала, ну, вот, каким-то человеком, ну, как с крыльями, когда я играю, у меня какая-то другая открывалась уже тогда, какая-то другая действительность, свой мир, и мне там было хорошо, я там летела, у меня были свои переживания, но меня вот погрузило, именно вот уже взрослое такое состояние, выпускные экзамены, и, конечно, одна выбора, ну, просто, никого не стояло, это только фортепиано, только музыкальное училище, ну, так сложилось, что я благополучно поступила, и хорошо закончила. И после окончания вы снова вернулись работать? Не сразу, я поехала в город Ленинград, поступила там, на кафедру русского народного хора, хотя я закончила с фортепианным дипломом, но было две кафедры, академический хор и народный хор, а так как все-таки я приехала из Уральска, это Казахстан, и северная столица, там свои музыкальные училища, школы очень сильные, и на академический хор, ну, мне было просто трудно поступить, но вот была экспериментальная кафедра, и мне предложили попробовать, и я попробовала. Ну, конечно, петь я тогда, как сейчас, не умела, я очень просто была как в хоре любительский такой, у меня был опыт, и мне это очень нравилось, но нужно было на госэкзамене уже спеть сольные песни и народные, и вот я буквально прям вот, наверное, преломила себя, правда, синяя была, как мой синий костюм, мне было очень страшно все это сделать, петь с баяном громко, как-то вот это, я все-таки была... Все-таки вы преодолели. Я преодолела, да. Страх, волнение. Помогло мне фортепиано, я хорошо сыграла, и общая оценка, ну, была четверка, я прошла этот экзамен. Светлана Ивановна, в Ленинграде вы основали коллектив, которому было присвоено звание народного. Народного, да. Мы, когда учились, в советское время как-то было так заведено, что мы все учились и работали. И я работала концертмистером, а вот на третьем курсе я была принята хормистером, в Яковский дом культуры. И там был взрослый коллектив, и я начала с ним работать. Вот этот коллектив мне помог в очень многих вещах. Во-первых, умение разговаривать, слушать, добиваться своего, потому что я пришла в коллектив, который уже сложился. Они были взрослые, это был самодеятельный хор, удивительные женщины были. некоторые из них прошли войну, и вот такие были добрые у них глаза. У каждого была своя судьба. Ну вот с ними было очень интересно, и я часто об этом говорю, что я научилась разговаривать после 20 лет, потому что я была, нет, я общительный человек была, но я была очень скромная. А вот когда я начала работать с хором, мне нужно было научиться свою мысль доносить, и находить слова, и это чтобы мысль как-то форму принимала. И вот я вот таким образом, как разговаривалась, вот так до сих пор не могу оставить. Но вот этот коллектив, мы выступали на праздниках, на свадьбах, на юбилеях, в этом Доме культуры. Ну, потому что это был пригород, это село Юги, переводится холмы. Это прям вот один из первых таких поселков от города. И вот люди, они были объединены, действительно, вот Дом культуры, это раньше был очаг такой вот теплый, там и фильмы показывали, собирались. И вот наши концерты, наши выступления на всех праздниках, они очень много дали. Мы защитили звание народного, тогда проходили вот такие обязательные фестивали. Ну, это была прям программа из двух отделений. Ну, это было очень интересно. То есть остались такие яркие воспоминания. Но все-таки вы не остались в Ленинграде, а вернулись сюда, в родные края. Да, так сложились обстоятельства. Мне пришлось приехать в Уральск. У меня сложилась своя семья. Вот, у меня родился сын, замужество. И здесь уже вот вторая половина жизни была посвящена. Я растила сына, воспитывала. И поэтому, ну, вот, наверное, первая половина жизни, это была музыка и любовь к Ленинграду. Вторую половину жизни я хотела вернуться в Ленинград. Я его до сих пор люблю. И у меня есть друзья, у меня живет там сестра. Как-то вот с сердцем я, ну, как, очень привязана и слежу за всем, что там происходит. Действительно, очень многое дало нам. Вот когда мы учились, мы посмотрели, во-первых, прекрасных музыкантов. Мы были в театрах, видели, ну, великих музыкантов, артистов, общение с которыми, когда ты их видишь живую, оставляет на всю жизнь этот след. И, конечно, вот стремление к культуре, вот к такому потоку мощному, который вот там происходит, да, это есть до сих пор осталось. Светлана Ивановна, в этом году так же исполнилось 30 лет, как вы работаете в детской музыкальной школе имени Дины Нурпизова и вашему фольклорному ансамблю «Скоморохи» так же 30 лет. То есть это, наверное, две самые такие прекрасные даты, которые вот для вас очень значимы в вашей жизни. Это так? Да, безусловно, это очень важные для меня такие даты. Я в 92-м году, когда вышла из декретного отпуска, до этого я работала в доме пионеров, и вот Наталья Фёдоровна Добрянская меня как-то по прошлым мероприятиям, она меня, она была завучем в тот момент в музыкальной школе, и она меня заприметила и пригласила на руководителя фольклорного ансамбля. Я не раздумывая, просто не раздумывая, потому что я очень хотела, я всегда любила школу, я уже вернулась в качестве преподавателя, и вот начались мои скоморохи с 1 сентября 1992 года. За эти годы прошло через коллектив, ну, больше, наверное, уже 600-700 детей, потому что это были и те, кто хотел петь, и те, кто хотел играть, ну, просто был хор, ну, настолько вот у нас как-то сложилось такое творческое, хорошее было объединение, и было очень много мальчиков, мы играли на разных инструментах, это были ярмарки, проводы зимы, 1 мая, это все городские концерты, то есть ни один праздник. Даже международные конкурсы, где вы занимали, гран-при, призовые места, то есть история у ансамбля очень богата, есть чем гордиться. Я не помню одного праздника, чтобы я его проводила дома, это 1 мая, но у Рыз, вот когда они появились, это все мы проводили с ребятами, на площадках выступали, это нас очень объединяло, и самое главное, что они дружат между собой, вот как-то они по годам, с кем они учились, они идут по жизни, то есть, ну, видятся, общаются, мне это очень ценно, это мои настоящие друзья, и когда я с ними встречаюсь, это мои родные люди, если кто-то сейчас смотрит нашу передачу, мои дорогие из Комарухи, поздравляю вас с юбилеем, желаю вам счастья, только счастья. Жалко, конечно, наверное, выпускать каждый раз своих детей, воспитанников. Да, очень жалко. Ну, когда провожаем, плачем, потом приходят новые, ну, опять знакомимся, учимся, понимаем друг друга, и потом любим друг друга. То есть вы поддерживаете с ними теплые отношения? Конечно, конечно. Они навещают вас, поздравляют по праздникам? Вот был у меня юбилей, 19 февраля, я была настолько удивлена, тронуло мое сердце, больше 120 было поздравлений, это были выпускники, в том числе мои знакомые, это было и WhatsApp, Instagram, Одноклассники это было, и соцсети, и то, что даже, оказывается, не уходит из группы. Вот то, что сейчас группы мы создаем, уже несколько лет, как дети выпустились, а они не уходят из группы, они все равно находятся, ну, вот им интересно, что мы делаем. Для меня это очень ценно. Светлана Ивановна, ну, все-таки, скажите, пожалуйста, поделитесь секретом, как на все хватает у вас сил, в чем ваш секрет? Ну, на все сил не хватает. Потому что, вот общаясь с вами, заряжаешься такой энергией. Вот на все сил не хватает, на все не хватает времени. Мне бы еще хотелось заниматься. Такое терпение нужно, таким терпением обладать, чтобы действительно работать с детьми, привить в них любовь к музыке, чтобы они дальше продолжили именно это дело. Пошли по вашим стопам. Вот мое убеждение, заинтересовать их в первую очередь. Мое глубокое убеждение, что если вот человек, учитель, просто человек, вот если он увлечен своим делом, если он это искренне любит, то и дети, ну, и просто люди, да, но дети, они очень тонко воспринимают, они это чувствуют. И если ты просто объясняешь и рассказываешь, если ты не будешь сам любить, это не передается. А вот когда ты любишь сам, то, ну, наверное, в моей искренности они не сомневаются, то, что я действительно это очень люблю, что это для меня очень важно. И даже на репетиции мы стараемся сделать так, чтобы это было как на концерте, чтобы это было идеально. За этим стоят репетиции, труд, упорство, терпение. Но самое главное, что когда мы выходим, и бурные аплодисменты, это очень... Это главная награда. Это главная награда, это придает силы. Ну, а что бы хотелось мне еще сделать, что я не успеваю, мне бы хотелось побольше поездить, посмотреть просто другую природу, другие города, встретиться с другими людьми, побольше заниматься спортом, глядя на вас. Мне очень... Когда я вижу ваши вот какие-то посты, информацию, я думаю, какая молодец, как мне хочется вот рядом пробежаться. Вот. Но у меня... Пока я вот очень много даю силы работе, и у меня просто физически, ну, на что-то не остается времени. Ну, а все-таки как вы отдыхаете? В чем находите свою перезагрузку? Это не обязательно заниматься спортом? Или это только музыка? Нет, я нахожу вообще не с людьми, с друзьями, с близкими, но потом книги, хорошие фильмы. Я люблю ходить в театр, я люблю ходить на концерты. Это дает обновление такое душевное, восстанавливает силы. Это получаешь, когда какие-то интересные... Если это театр, какие-то интересные сюжеты, мысли новые, если это музыка, новые музыканты вносят свою энергию, свое восприятие музыки мира. И когда вот с этим сталкиваешься, то, конечно, вот не может это не влиять. Это тоже такой вот очень положительный, он необходимый обмен. Светлана Ивановна, расскажите нам о своем сыне. Передались ли ему какие-то качества от вас? Он тоже музыкальный человек. Музыкальную школу он закончил, но сказал, что мама, это не мое. Вот если у тебя это с детства, ты хотела этим заниматься, я буду заниматься другим. Ну, у него очень хорошее такое... Получилось хорошее образование. Он финансист, он хорошо владеет компьютером, очень хорошо разбирается в этих современных всех... То, что я не могу технически. Он с этим... Ну, во-первых, он мужчина, и он уже взрослый, поэтому у него такой больше, наверное, вот технический склад. Наверное, это все-таки мужская линия вот в нашем таком... в нашем роду. Поэтому он мне очень помогает с советами. Он очень... Несмотря что он не стал музыкантом, но, на мой взгляд, музыкальная школа все-таки дала ему кругозор. У него и чувство вкуса хорошее, и он мне много советует, он много читает, он развивается. Я за него очень рада. И могу только пожелать ему здоровья и удачи, чтобы он дальше был моей опорой в жизни. Замечательные слова. А вот считаете ли вы себя все-таки счастливой женщиной? В чем, по-вашему, заключается женское счастье? Конечно. Я считаю себя счастливой женщиной. Ну, во-первых, потому что состоялась моя жизнь в творчестве. Я занимаюсь любимым делом. У меня есть любимая работа. Я люблю утром бежать на работу, вечером люблю бежать домой. Я люблю свой дом. Вот. Люблю свою семью. И мне очень дорого, что у меня все это есть. Конечно, счастье – это когда есть друзья, когда есть Родина. Мы здесь родились, и вот, мне кажется, меня поддерживает. Вот. Это наша земля. Урал, Чиган, наша Сепь. Я долго хотела вернуться в Ленинград. Очень много лет. Но уже вот последние годы, я когда анализирую, мне здесь очень хорошо. Я иду по городу, у меня все улыбаются, здороваются. Это в другом городе это просто не может быть, потому что вот там такое количество людей, там просто, ну, вряд ли ты встретишь, пока ты будешь добираться с тех, с кем ты учился, работал или, ну, как-то вот был связан. А из того, что у нас все-таки город маленький, да, это очень приятно, что всегда есть, и по пути на работу родные лица, и когда ты приходишь, ну, в любое место всегда можно встретить знакомых. Это, во-первых, дисциплинирует. Мы не можем выйти, ну, как-то небрежно одеться, или там какое-то слово обронить, грубо, потому что все время у нас рядом люди, которые, если даже они тебе в глаза не скажут, что они тебя знают, ну, это будут какие-нибудь родственники, родители, там, или наших учеников, ну, то есть вот бабушки, дедушки очень-очень много, ну, то есть вот находясь в центре все-таки такой большой школы, я уже 15 лет работаю заместителем директора по учебной работе, это такое количество людей, вот, которые меня знают, поэтому это, конечно, большая ответственность, ну, и это тоже придает мне вот силы, и я все-таки думаю, что вот где я родилась, там пригодилась, вот это мое счастье, что я чувствую себя востребованной, я нужна, и я могу научить, могу поделиться своей радостью, своим умением, ну, вот то, что есть, вот могу все подать людям. Светлана Ивановна, репертуар ваших песен очень богат, это и казахские песни, и русские песни, и еще, да, на других языках, но вот сегодня вы подготовили для наших телезрителей эту песню, припомним юность, почему именно вы остановились на этой песне? Я посвящаю эту песню всем нашим мамам, бабушкам, чтобы они вспомнили свою юность, вспомнили, какие они были красивые, и чтобы эти теплые чувства помогли им справиться, ну, если есть какие-то трудности, а если нет, то просто почувствовать себя гораздо счастливее. Ну, а мы также желаем вам только творческих успехов, вашей интересной, увлекательной деятельности, и простого, но вместе с тем неземного счастья. Будьте счастливы, здоровы, и пусть эта весна принесет вам только позитивные эмоции. Пусть вся ваша жизнь звучит, как прекрасная мелодия по нотам, поражая своей изысканностью и глубиной. Пускай будет больше мажорных дней, а в минорные дни рядом будут родные люди. И закончить сегодня нашу передачу мы бы хотели песней в исполнении Абрамовой Светланы Ивановны. А называется эта песня «Припомним юность». А на этом я с вами прощаюсь. Дорогие телезрители, встретимся ровно через неделю на телеканале Абжаик в передаче «Дорога жизни». Дорога жизни «Припомним юность». Его черты, Как мало нужно было нам тогда, Чтоб таяли обиды без следа, Как мы легко могли порой на них махнуть рукой. Как мало нужно было нам подчас, Чтоб новый день вселял надежду в нас И увозил самую в путь. Куда-нибудь, увы, те дни теряются черты, Увы, другими стали, познав удачи И хлебнув беды, и я, и ты. И оттого, отчаявшись, вернусь С самих себя вчерашних. Взглянув назад, мы загрустим чуть-чуть, Когда-нибудь. Как мало нужно было нам тогда, Чтоб таяли обиды без следа, Как мы легко могли порой на них махнуть рукой. Как мало нужно было нам подчас, Чтоб новый день вселял надежду в нас И увозил по ней с собою в путь. Куда-нибудь, когда-нибудь, нелёгкий путь, Пусть пройдя устал. Я, клянувшись, припомнил юность, Грусти не дая, и ты, и я. Редактор субтитров А.Семкин